Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос, и вы знаете, вот вы задаете его очень интересно на мозга, то есть вы говорите, вот как мне нравятся вот зависимости, да, почему я хочу завоевать этого мужчину, почему я не могу его забыть, ведь он мне делает только гадости в основном, и в общем-то хорошего от него я ничего не вижу. Любви особой нет, из меня и т.д. Смотрите, во-первых, чтобы избавиться от зависимости, вам нужно понять свои потребности. Совершенно очевидно, что мужчину вы своего воспринимаете исключительно как средство для удовлетворения своих потребностей, и относитесь к нему вы как к инвестициям. То есть вы говорите, я столько для него делаю, он из-за того, что я для него делаю, должен мне, там, ну вот, он же должен мне, в общем, он что-то должен. А почему он что-то вам должен, только потому, что вы для него делаете, не очень понятно. То, что вы для него делаете, это ваше право, это ваше, как бы, добровольное желание. И он вам ничего не должен, если вы, делая что-то для него, считаете, что он должен, то это, действительно, не любовь у вас, а это, по сути, по сути, дело, это просто зависимость и все. То, что, это первое, значит, второе, значит, если вы говорите, что он мужчина, мужчина, когда начинает общаться, с кем-то вас начинает трясти, это неуверенность в себе. Что-то неуверенность в себе, низко смотрим, как вам сказали уже мои коллеги, и желание доказать себе и другим, что вы, ну, как бы, достойны, достойны того, чтобы быть, например, с мужчиной, именно с этим мужчиной. И, а зависимость, это всегда, либо идеализация человека, я хочу, чтобы вы это очень хорошо зафиксировали, либо это идеализация человека, либо, либо это, значит, не что иное, как уверенность в том, что именно с ним, именно с ним, вы будете счастливы. Только с ним вы будете счастливы. Это вот тоже является достаточно серьезной установкой. И вот эти две установки, наделение человека качествами, которых у него в действительности нет. Это связь называется любовью, подобно наделению человека теми качествами, которых у него нет, но не сыграет любовь. Бывает и так, что дело совсем не в любви здесь, а бывает и так, что вы наделяете человека определенными качествами, именно потому, что вам это нужно. Вам это необходимо, именно поэтому вы это делаете, но вне зависимости от этого, какими качествами вы наделяете, для чего он вам нужен, все это нужно разбирать. Разбирать, конечно же, с вами. Дальше, значит, вы пишете о том, что, значит, вы пишете о том, что мне нужно его добиться, чтобы он испытал те же чувства, что и я, и так не страдал, и понял, что я испытал. Вопрос, зачем, вот зачем вам это, и что вам это даст? Вот, постарайтесь, пожалуйста, ответить на этот вопрос. Это что, месть такая? Это что, обиден человеку? Если не есть, то за что? Если обида, то за что? За что? То, понимаете, за что у вас такая вот идет реакция на человека? Ну, если мы предположим, вот просто предположим, да, что, значит, действительно он вас, ну, действительно причинил вам боль и страдать. Опять же, зачем вы хотите этому человеку что-то доказать? Для чего вам нужно ему что-то доказать? Понимаете, когда человек хочет кому-то что-то доказать, он доказывает в первую очередь себе. Он не доказывает другим, а вот другому-то, в большом счете, все равно. Мужчина, как правильно вам сказал, коллега, он просто вас использует. И он использует вас, потому что вы это позволяете ему делать. Но вы пытаетесь через него чего-то достичь. Чего, это уже вопрос другой. Это нужно разбираться с чего именно. Но факт тот, что пытаетесь. И вот нужно, чтобы вы определили, что жива медведь. Вот вам сказали, что дело здесь в детстве, что именно из детства идет подобная реакция. Очень может быть. Но не обязательно. Может, и могут быть и другие причины. Могут быть просто ваши нереализованные потребности. Может быть, ценности у вас такие. Может быть, страхи есть, опять же, как вам сказали. Понимаете? То есть, это у вас нереализованные потребности, которые вы не реализовали. Причем потребности совершенно другие. Не связанные с потребностью любить и быть любимой и так далее. Об этом разговор отдельно идет. А это именно ваши потребности, которые идут у вас либо из детства, либо из подросткового возраста. То есть, связанные с, как вам уже опять же сказал моя коллега, с неверным восприятием окружающей реальности, с невыразенными эмоциями, невыразенными переживаниями и с неверно закрепленными смысловыми установками. И вот до этих смысловых установок, которые у вас есть, и нужно, понимаете, добраться. Добраться, чтобы вы стали от них свободны. Чтобы вы увидели их такими, какие они действительно есть. Но это работа. Это работа и над потребностями. Это работа и над самооценкой. Это работа и над уверенностью в себе. Это работа и, возможно, даже с детско-родительскими отношениями. То есть, есть вопрос о том, готовы ли вы к такой работе. Понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. Значит, если готовы, хорошо, нужно выбрать эксперта и работать с ним. Если не готовы, это хуже, хуже. Потому что сами вы, может быть, и не справитесь с этим. Во-первых, первое, что вам нужно понять, это то, что вы через мужчину пытаетесь, значит, с кому-то вернуться. Вы через мужчину пытаетесь реализовать себя. Далее, вы не можете, боитесь, опасаетесь, не умеете быть наедине с собой и находиться в одиночестве. Этого вы не умеете. И этому вам нужно учиться. Как? Через личностный рост. Через повышение своего круга зора. Через очерчивание личных границ. Что тоже, кстати, очень важны. Личные границы очень важны для вас. Значит, больше нужно думать о себе. Меньше думать о, там, шавике. Понимать, что отношения – это не вложение. Это свободное волеизъявление каждого из партнеров. Что-то делать для другого. Если ваш мужчина ведет себя определенным образом, то это не потому, что он как-то, вот, знаете, хочет вам чего-то негативного. Это не потому, что он плохой. Просто у него есть свои ценности. И вот свои ценности и интересы мужчина преследует. И вам нужно делать по сути то же самое. Вам нужно дальше поступать, как и он. А вы почему-то этого не делаете. И вот вопрос, который я вам хочу задать, это почему? Почему вы этого не делаете? Что вам мешает следовать своим интересам? Что вам мешает удовлетворять свои потребности? И что вам мешает позволять другим это делать тоже? Тоже. Вот. Далее. Далее я еще хотел бы вам сказать немножечко про месть. Поскольку вы хотите опомстить, то нужно понимать, что месть, она всегда продиктована таким негативным чувством, которое называется ненависть, или иногда она называется резкая антипатия. Ну, как правило, ненависть. Что делает, когда человек ненавидит? Почему говорят, от любви до ненависти один шаг? Это не игра в слов. Хотя на житейском уровне это может быть так. Но на самом деле это не игра в слов. На самом деле ситуация более глубока по своему смыслу. Любовь является чувством, когда человек наделяет определенными несуществующими качествами другого человека. Именно это является любовью, идеализацией. Когда же человек ненавидит, он демонизирует того, кого ненавидит. И точно так же, как при любви реальный человек образу того, кого он реальный человек, образу того, значит, каким его видит тот, кто любит, не соответствует. Так же и человек, которого ненавидит, тоже имеет мало общего с реальным человеком. Вот это вам нужно понимать, постараться понять. Потому что когда вы мстите, вы мстите нереальным человеку. Вы мстите тому лишь, только кто есть в вашем сознании. А это значит, что вы мстите самой себе. И вот об этом, именно об этом, о том, что вы мстите самой себе, я и хочу, чтобы вы как следует подумали. стоит ли мстить не поменяете свою линию поведения. а это значит, что он и не может почувствовать то, что чувствуете вы просто в силу разницы эмоциональных состояний. вот это ни в коем случае тоже нельзя забывать. нельзя упускать из виду, что вы мстите не реальному человеку, который есть вот на самом деле, да, а вы мстите тому человеку, которого вы себе как бы представляете. А это является по сути это дело ошибкой. это является по сути дело именно вот как раз знаете, чем-то негативным для вас. Именно для вас это является чем-то негативным. На этом я думаю в принципе можно закончить мой ответ. Вот много всего я вам сказал много всего. Вот надеюсь, что вы как-то прислушаетесь к моему мнению, надеюсь, что вы прислушаетесь ко мне и извлечете некоторые вот выводы из того, что я вам постарался рассказать, ибо это действительно очень-очень-очень-очень-очень важно. Ну и если вам понадобится помощь, то пишите в личку, я с радостью вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...